Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас несколько экзотическая тема для лесовика-затейника. Будем говорить об орхидеях. Для этого нам не нужно отправляться ни во Вьетнам, ни в Камбоджу, вообще ни в какую Юго-Восточную Азию. И, конечно же, мы будем говорить не о тех орхидеях, к которым мы привыкли по цветочным магазинам, выставкам, а будем говорить об орхидеях российских, об орхидеях средней полосы, севера. Ну вот, пример. Мне пришлось даже немножко подползти, чтобы оказаться на уровне с этими удивительными растениями. Орхидеи подмосковные. Сразу два вида. Вот такие скромные небольшие цветочки. Вот эти только начинающие цвести розоватые растения. Это какие-то пальчатокоренники. Ну и нежно-белая, с замечательным запахом, любка двулистная. Вообще орхидей, как говорят специалисты, в России произрастает 136 видов. Здесь у нас только два. Ну, наверное, наиболее таких распространенных. Виды скрытные. Виды, которые не всем показываются. Нужно же еще попасть в момент цветения. Но зато, если вы найдете вот такое соцветие, то, конечно же, получите удовольствие. Растения эти очень требовательны. Требовательны к различным нарушениям. К примеру, если вы захотите выкопать и посадить это у себя на участке, то, скорее всего, результат будет отрицательный, поскольку очень не любят орхидные подобных манипуляций. Очень страдают. Кроме того, что эти растения находятся в симбиозе с грибами, с микоризообразователями. Вот только вместе со своими партнерами по лесу они могут нормально сосуществовать. Грибы позволяют получать им из окружающей почвы те вещества, которые они самостоятельно добыть не в состоянии. Ну и еще одна такая вредность, ну, вредность в кавычках этих растений. Даже если семечка куда-то попадает, семена у них крайне мелкие, долго всходят, может несколько лет не цвести. Вот сегодня мы видим эти растения, вот такая приятная куртинка растений, они цветут, потом несколько лет могут не цвести. Ну вот, так что будем считать, что нам с вами повезло. Такая вот небольшая зарисовка из жизни орхидей средней полосы. Ну, и мы будем рады, если вы расскажете, приходилось ли вам встречать орхидеи в тех лесах, которые рядом с вами находятся. А может быть, вам приходилось бывать и в тропических лесах и видеть своими глазами в естественной среде обитания те орхидеи, с которых мы начали разговор, те самые, которые продаются в цветочных магазинах. Ну, к сожалению, похвастаться, наверное, могут далеко не все такими встречами. Большинство видов занесены в красные книги, в красные книги регионов, в красные книги, в том числе Российской Федерации. Так что все места, где подобные виды встречаются, нуждаются в особой охране. Ну, и, наверное, не зря. Такого рода живые организмы заслуживают особых мер. Здравствуйте, наши дорогие лесные и затейливые. Вот Владимир Петрович рассказал вам о том, как он замечательно проводит время, изучая, собирая и вдыхая ароматы орхидеи в Московской области. И сейчас замечательный человек, яркий, творчески одаренный, представитель школьного лесничества Лесята из Вологодской области расскажет о том, напомнить, я бы сказал, о том, как правильно собираться в поход. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Джуков Егор. Я член школьного лесничества Лесята. Мы идем в поход. Что нужно для этого собрать? Я показал, чтобы складывать туда вещи. Теплые одежды, чтобы не замерзнуть ночью. Палатка, чтобы было комфортно спать ночью. Спальный мешок, для того, чтобы не замерзнуть во время сна ночью. Дальше аптечка, на случай, если будет рано. Котевок, для готовки еды. Кружка, для того, чтобы пить оттуда. Ложка, чтобы есть. Тарелка тоже. Дальше нужна вода, чтобы удалить жажду. Бумага, для средств личной гигиены. Ножик, для того, чтобы приготовить пищу. Фонарик, чтобы было не темно ночью. Двигавка, на всякий случай. Спирет комаров, или защита от комаров. Спички, для того, чтобы развести костер. Комфас, для того, чтобы определять координаты. Навигатор, для того, чтобы узнать, чтобы видеть маршрут. Ну что, поход готовы? Удачи! Друзья, хочу напомнить вам о том, что в рамках нашего проекта у вас есть множество разных и интересных возможностей. В частности, каждый из вас на нашем портале Forrest.ru может создать свой персональный блок. Блок. Персональный ли блок? Блок о работе вашего школьного листничества. О вашем вкладе в эту работу. И этот блок будет помогать вам позиционировать себя на просторах интернет-сообщества. И рассказывать о той работе, которую вы проводите. Помните, такое приложение у нас есть только для вас. И только этим летом. Еще хочу напомнить вам о том, что мы с вами говорили, как важно, читая классические и не только классические книги этим летом, поискать, найти и обнаружить в этих книгах экологические проблемы, предложенные автором. Их решения и то, как можем их использовать здесь у нас, в нашем замечательном пространстве Великой Маточки России. Надеюсь, что вы об этом помните. Вы помните все те замечательные задания, которые мы вам передаем. И еще и еще и еще раз хотим напомнить вам о том, что есть у нас такая небольшая рубрика, которая называется «Мое лесное лето». Не забывайте, помните, и мы будем очень рады рассказать всем-всем-всем-всем-всем о вашем лесном лете. Причем это относится не только к участникам школьного лесничества, я имею в виду школьников и подростков, но и к замечательным их руководителям. Нам очень важно, какое лето у вас, нам очень интересно услышать вашу позицию и ваше ощущение лета вашего региона. Мы ждем, надеемся и верим. До встречи. И скоро, 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 мы надеемся на это, мы получим ваши ролики. Ну и сейчас я хотел бы рассказать немножко о своем лете, о своем лете, которое у меня крымское. Я думаю, вы обратили внимание, что я вновь и вновь на берегу речушки. Речушка, которая вчера буквально занимала вот к этой ширине своей еще метр три-четыре шить, потому что у нас были дожди. И это речка, которая называется Кача. Для меня она волшебная, интересная и разнообразная. Ну, понятно, что это горная речка, и она может быть разной совсем каждый год, каждую неделю, каждый день. Понятно, что я вырос на берегу великой, могучей матушки Волги. Ширина ее непостижима иногда кажется. Вот. Здесь речка другая. Здесь речка горная. С учетом того, что Бахчатарайский район вообще создан, ну, по сути, природой придуман, в рамках трех замечательных долин, трех замечательных речек. Это Качинская долина, на берегу которой мы с вами находимся, речки этой. Это Альминская долина, река Альма, о которой вы наверняка знаете. Есть у нас исторические события, о которых я буду рад, если вы напомните мне и всем нашим зрителям. И есть Бельбек, река Бельбек, которая тоже Бельбекская долина, и она движется в сторону города Героя Севастополя, и там находится замечательное и поселение, и сооружение разного направления, которые тоже носят такое имя. И, ну, наверное, чего греха таит, да? Вода для человека – это важно. Речка для человека – это важно. Испокон веку люди строились, жили, развивались на берегу именно рек. И, конечно, каждая река несет свое содержание, несет свое могущество. Вот в верховьях реки Качи даже можно поймать горную форель. Ну, там вообще стадионная вода, там совсем-совсем наверху. В Верхоречи, там у нас есть Верхореческое водохранилище. И лето для меня, конечно же, связано с погружением. Погружение в воду. Либо это речная вода и погружение в речную воду. Либо это, конечно же, Черное море, которое, как известно, как пел классик, самое черное море из всех синих морей. Вот. Лето мое такое. Лето мое разное. Вы слышите, вокруг меня поют ветра, поют птицы, журшит вода. Журшит, как правильно? Наверное, журчит правильно, да? Вот. И я хочу, чтобы вы рассказали нам о своем лете. Какое оно у вас и что в этом летом и каждом летом для вас важно. Ждем ваших роликов. До встречи. Лесовики. Да, какие-то. Продолжение следует. Продолжение следует...